всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня новый лайв-влог это рубрика из питера сообщают дождик довольно таки сильный это спустя несколько дней грибы в том числе не только в лесу но и на участке прелесть какая сейчас буду готовить рыбу на пару вот хек филе такая вот марка ваша не покупала сейчас почитаем на пару 15 минут но я не знаю как бы еще написано как разморозить но я с этим не буду морочиться буду сразу на пару делать но наверное значит надо больше время поэкспериментируем буду готовить в мультиварке которая panasonic вот вот так это выглядит но это к лучшему удобнее приготовила рыбу держала полчаса в итоге получилось месиво но в целом нормально тут для таблеток био йогурт у меня салат картофельное пюре ну в общем ужинать собралась но у меня нигде нет соли только травы ничего не солила чайничек красивый буду тоже потом чай пить другой день сейчас я мою морковку покупала как раз лежит пока не завяла надо помыть почистить натереть и заморозить морковь у меня идет постоянно и когда себе еду готовлю и когда готовлю для собаки поэтому нам это актуально так ну что ж теперь почистить все-таки пакет удобнее сюда ставить по крайней мере я спешу не не то чтобы не поджимает время но я предпочитаю с этими моментами расправляться побыстрей овощечистка у меня языке и очень хорошая много лет ей довольно ручку прорезиненная так что удобно пользоваться окно и что теперь я уже все помыла порезала и вот у меня декок терка очень классная удобная я рассказывал что меня еще на даче в питере муленекс такая терка без чаши но у них абсолютно одинаковые лезвия они туда-сюда подходят как бы но в питер я отвезла только одну насадку а здесь у меня сразу двух комплектов полно так ну что ж в и киевские пакеты положила мне все-таки эта тема понравилась изначально я это не оценила в итоге удобно то есть можно кусочками запросто отламывать и место меньше занимает так а этот для собаки но это как запасной вариант если вдруг забуду купить закончится немножко масла воды и вот сейчас буду кабачки и баклажаны тушить я сразу туда добавила трав базилик петрушку укроп сухие травы уже положила на дно баклажаны сверху кабачки еще томатная паста моя любимая цена пакетик такой небольшой как у ташановский там хороший состав все такое ну в общем пусть тушится это новая сковородка как раз опробую заодно чай решила попить с невским сахаром не знаю что то захотелось сахара ну что ж все готово вот сейчас буду выключать уже попробовала получилось вкусно буду печь хлеб хлеба печки давно собиралась так мой завтрак тоже био йогурт к таблеткам бутерброд каша кофе кофе я сейчас только утром пью один раз ну в общем такой завтрак в итоге я съела только верхнюю часть от бутерброда там ну с овощами короче у меня бутерброд такой вторую часть оставлю на потом многовато мне йогурт классный так сейчас поменяю салфетку я всегда сюда кладу выпечку и буду класть хлеб чистая салфетка ну и вот столько хлеба положила в морозилку пришлось идти в магазин за капустой я не хотела покупать капусту я говорила по сегодняшним ценам но я затеяла делать борщ думала что у меня там капуста осталось но оказалось что нет в итоге взяла вот такой небольшой кача капуста стоила 39 49 и у меня на 26 рублей 70 копеек потом ну захватила один рулон туалетной бумаги пусть будет бумага стоит 594 и взяла два пакета кефира но я думала что я куплю заодно один пакет как бы вот периодически я люблю кефир попить не всегда но периодами вот но взяла в итоге два пакета потому что на него была скидка обычно такой кефир стоит от лица чем-то ближе к 40 вот этот однопроцентный там вообще разница между 3 и 2 и одним процентом вообще не невелика но сейчас он был по 2599 при всем при том что в принципе сроки нормальные здесь написано что срок годности 10 суток и 9 августа как бы кефир произведен так сказать то есть до 19 числа еще прилично целых пять дней я это выпью цена просто супер здесь 900 грамм наверное ну да потому что верным ну мне во первых нести оттуда не всегда охота иногда верным тоже что ты берешь и боишься такой пакет порвать к тому же как бы ценник там я сейчас не знаю насчет ценника что там но то что кефир стала в маленькой упаковке это факт так ну и теперь собралась готовить наконец-то борщ сейчас помою почищу свеклу так удивительно у меня сегодня у папы был бы день рождения вот в семье у нас но как бы все готовили но борщ готовил всегда папа и вообще как бы первое это он готовил равно как и ужин обычно ну и я у него научилась борщ делать мамам делала выпечку всякую я борщ собиралась уже давно сделать а сегодня дошли руки и потом я понимаю что надо же так совпало день рождения папы и и борщ сейчас я все это почищу также натру на терке как и морковку за внешний вид прошу прощения потому что но чем пришлось в магазин бегать все это в спешке как-то как то так в общем просто я поняла что у меня нет капусты вот мне конечно хотелось по этим ценам ее покупать но взяла маленький качан что делать то пришлось ладно сейчас все натру сначала точнее нарежу спаде ножи все тупые надо или новые купить или эти заточить все тоже руки не доходят этим заняться да конечно напрасно я не пользуюсь перчатками в данном случае потом как руки-то отмывать свеклы я люблю чтобы в супе было много свеклы и обычная варю суп маленькой кастрюльки но борщ я делаю именно в большой кастрюле чтоб на неделю в связи с тем что все таки хоть это и не супер сложно но мороки по-любому больше чем с каким-то обычным супом поэтому уж если делать то делать большую порцию но борщ это вкусно мне в общем-то не надоедает но готовлю редко так теперь лимон лимон это для того чтобы свекла сохранила свой цвет тоже по получил так ну вообще на небольшую то порцию одну ложку хватит одну максимум две но я сразу полу лимона там посмотрим если немного добавить то цвет сохранится но вкус лимона особо то и не будет но я люблю кстати чтобы было вкусно вот я сейчас так чередую свекла лимон это у меня мультиварка endeavor вот именно тушить овощи мне в ней удобно так то мне а вот на рце даже чуть больше лимончика положить он придает вкус такой оригинальный поэтому уж дожму все до конца остатками можно полы протереть самим лимоном так ну и долью воды руками удобнее мешать просто пока холодная так ну что ж я уже запустила мультиварку вот как раз таки капуста я уже мясо положила сейчас буду делать бульон господи воды это никто не хватает так тут лук но для вареников в суп я положу полную луковицу ты я уж так заранее обжариваю хорошая сковородка так и еще конечно же в мультиварку добавляю к овощам ног моркови и к свекле томатную пасту но это в данном случае томатная паста у меня была а вообще я еще и рубленные помидоры покупаю ну как бы что купила то и добавляю как то так так ну все здесь уже все готово я перекладываю к мясному бульону все яркое как видите так ну вот смешалось все с бульоном видите цвет какой насыщенный получился рядом миска это для собаки тоже все не поместилось тут вообще вот видите поскольку без бульона то очень насыщенно так что в целом просто то одно то другое а так то делать его конечно сложности никаких нет красивый цвет еще минут пять все это поварится вот я только-только долила и все и минут 15 настояться мы уже с ушастым суп поели нам понравилось и сейчас я хочу немножко рассказать про мультиварку про эту эту и наверное про блендер суповарку на самом деле вот эта мультиварка у нее ну какую это есть плюсы и минусы но у этой скажем так минусы они перевешивают плюсы весьма значительные дело в том что из плюсов она очень быстро разгоняется до высоких температур прям вот за какие-то считанные секунды то есть меньше минуты проходит как она там уже и 140 и так далее в общем она в этом плане мне конечно нравится и что-то варить тушить здесь конечно гораздо проще сплошное удовольствие вот это очень существенный плюс еще из плюсов я бы назвала то что эта крышка не вот так вот поднимается открывается а вот так вот собственно потому что и еще вот эта резинка снимается то есть все удобно мыть и вот это можно отвинтить да я уже пару раз видите прошла с пальцами ну ладно я еще протру это очень классно ну и в принципе мне даже нравится сама по себе форма но есть и очень сильный минус это совершенно отвратительное покрытие которое ну к слову к технике относимся очень бережно здесь я использую либо что-то деревянное либо силиконовая но покрытие здесь пошло пузырями то есть вы знаете как будто там но не знаю как они там простыня или еще что ты она вот так вот идет ну и потом в один прекрасный момент пузырь лопнул и соответственно попадался на деньги это минус который я считаю перекрывает все мощности тому подобное потому что ну как бы покрытие накрывается довольно таки быстро и это не только у нас такая ситуация возникла мы почитали отзывы у многих чем это ужас то есть надо понимать что там не какой-нибудь да какая трещинка скол а именно вот покрытие такое что она как просто отходит от формы как какая-то тряпка и потом лопается вот в то время как вот это мультиварка она появилась у нас гораздо раньше мне кажется это был год где-то 12 или 13 панасоника этот марка эндевр и у нее покрытие в принципе чаши совершенно другая не такая как здесь но там покрытие идеально то есть если мы обращаемся с ней аккуратно с ней ничего не происходит испортить ее можно только в том случае если но я не знаю там ножом порезать вилкой порезать то есть как то так а в целом само по себе покрытие с ним ничего за столько лет не произошло вот да она конечно когда что-то тушишь варишь ну она как-то разогревается подольше как мне кажется чем это но учитывая что она как бы с нормальной формой и тут тоже ничего не пригорает все нормально поэтому как бы ну преимущество на этой стороне просто единственное что крышку у нее вот так открывается и всегда проблемно ее помыть особенно с той стороны это да но кстати вот у этой формы казалось бы обе снимаются но та чаша она как бы обычная ее я всегда с одной с другой стороны мою хорошо протираю немножко постоит и я ее возвращаю туда а эта форма она не просто вставляется там такие пазы есть и как мне кажется нагревательный элемент на ней находится на самой чаше может быть поэтому она так быстрее не знаю но суть в том что я когда мою я стараюсь мы только с этой стороны чтобы туда вода не попала хотя может быть это и напрасно там вроде как все защищено ну не знаю короче говоря вот такие дела а что хочу сказать про суповарку endeavor то есть как вот эта марка опять же к приготовлению пищи у меня нет претензий суп пюре готовится быстро там еще кстати можно яйца варить я не пробовала потому что у меня есть две яйцеварки которыми я тоже крайне редко пользуюсь также здесь можно не измельчать все а просто готовить обычный суп и к этому мне нет никаких претензий все быстро качественно замечательно ну и в принципе тоже она у нас давно но у меня есть к ней другая претензия а вот здесь вот находится ну вот где носик там на крышке находилась такое сито ну видимо если вдруг что-то не измельчилось или еще как-то чтобы было наливать допустим в тарелку суп удобно и чтоб туда ничего не попало потому что знаете может быть так что готовишь там куриная грудка или еще что-то мало ли кайта косточка осталось при измельчении я считаю что как бы это не сильно нужно но тем не менее эта деталь там была она никуда не вставлялась она была именно единым целым с крышкой и в один прекрасный момент который опять же наступил довольно таки быстро я готовила суп и вдруг слышу жуткий треск ну и когда суп приготовился просто сразу ничего не поняла увидела что там болтается вот это вот сито да она как бы сама по себе без него можно обойтись то что она туда попала тоже катастрофы не случилось но это просто говорит о том что как и вот эта мультиварка готовит пищу замечательно и быстро но материалы которые были использованы при изготовлении вот этого всего просто на редкость отвратительны и я могу сказать что когда-то мы даже покупали вальдорадо их не какой-то внутренний бренд по моему оленберг еще там были такие раньше акция это помо ни одной из первых проводили что две штуки в одни руки когда по супер низким ценам они продавали всякую технику и кофеварки и прочее и там я не знаю нам папа мы с мамой поехали покупать папа гайда ладно это дешевка год никогда ее не брали зачем ее типа брать но мы как-то было дешево почему бы и не взять тем более там давали по две штуки мама с подружкой со своей объединилась и что я могу сказать у меня а за это время ну и я не пользуюсь феном но пользовался папой там мама иногда я крайне редко два дорогих фена полетели вот этот вот дешевый за какие-то копейки ну грубо говоря за 100 рублей он служит до сих пор пароварка кофеварка еще что-то служит до сих пор то есть и ничего там не отвалилось то есть я к тому что и вещи были качественные материал хорошие вот это вот собственно этой как бы и недорогая и не самая дешевая техника но как бы не такая как вот элленберг но в общем да наверное я бы не стала вам вот это советовать все-таки лучше выбрать что-то вот наподобие панасоника которая будет все-таки долговечна потому что на даче в питере я покупала дешевую мультиварку я не помню то ли марта то ли еще как-то называлась ну там есть конечно минус то что к чаши там может что-то пригореть не сильно это факт но в целом как бы и чаши нормальная ну как бы работает она нормально и вроде пока от нее ничего не отскочила только по моему потеряли как в общем то и вот здесь вот такой резервуар в которой конденсат скапливается ну в общем свое мнение я рассказала просто я у меня вообще техники многое меня просит вообще снимать такие видео но я как-то все я не дойду до этого вот а вот кофеварка она у меня не единственная но это самая любимая polaris очень давно тоже ее покупали и я вот не знаю если к хи и когда-нибудь не что-то случится то придется искать такую же вот маленькую прошу прощения то есть здесь у меня где-то наверное 150 максимум 200 миллилитров и кофе получается очень очень классный а вот большая как раз вот из эльдорадо элленберг она у меня на балконе стоит я и тоже иногда пользуюсь ну там такой кувшин там много плюсов потому что там например если кувшин убираешь что ничего вокруг не капает это конечно плюс но кофе мне там не нравится возможно это зависит от меня что я не могу просчитать дозу но тем не менее здесь значительно мне кофе нравится больше ну что ж это видео я буду завершать если оно понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео и заходите в instagram 3 семерки рыжая 3 восьмерки благодарю вас за просмотр желаю вам всего самого наилучшего всем пока пока